Коллеги, добрый день еще раз. Сегодня наше заседание, наше вебинар мы посвятим знакомству обновленного стека продуктов интеграции и управления качеством данных Клик. Как уже и сказали, у нас планируется серия вебинаров, я о программе скажу чуть позже. Основная сегодняшняя задача встречи это дать информацию о том, что нового появилось, почему нового появилось, как это выглядит в целом, расставить приоритеты правильно и ответить на обзорные технические детали, на наиболее часто встречающиеся вопросы, которые нам задавали заказчики, партнеры, которые возможно интересуют вас. Опять же, одна из основных целей этого вебинара – собрать обратную связь от вас, поэтому просьба активно задавать ваши вопросы в чате на те вопросы, на которые мы сможем ответить, ответим сегодня. Также просьба, помимо вопросов, писать те темы в любых формулировках, которые могут быть вам наиболее интересны на последующие вебинары, поскольку тематика очень обширная, компонентов много, продуктов много, сценариев много. Вот это все пересечение продуктов и сценариев оптимально интересны и более интересны для вас хочется использовать для приоритизации проведения наших дальнейших с вами вебинаров. Ну, о чем мы будем говорить с вами сегодня? Соответственно, поговорим о click data integration, о том, почему случилось приобретение и слияние двух компаний click и talent. Собственно, заодно поговорим немножко о терминологии и торговых марках, чтобы было поменьше путаницы, хотя она до сих пор существует. Очевидно, что были какие-то продукты, которые были созданы коллегами из talent, группа разработок которых вывелась в команду click. Какие-то продукты были кликовскими изначально. Вот наша задача будет в том числе об этой терминологии договориться. Задача будет обсудить обзор функциональных направлений, которые считают для себя приоритетным клик, собственно, почему и сложилось слияние этих двух компаний. Ну и заодно там в виде нескольких слайдов просто покажу общую картину видения того, как мы видим сочетание продуктов, ранее являвшиеся продуктами линейки talent и тех продуктов, которые являются продуктами компании click изначально. Пару слов буквально об архитектуре. Как уже говорил сегодняшний вебинар, он не столько технический, сколько обзорный. Но если у вас будут пожелания, как я говорил, услышать более технические какие-то вещи, увидеть демонстрации конкретных продуктов, конкретных сценариев их использования, естественно, задавайте эти вопросы. Мы это включим в наши приоритеты. Давайте начнем. Пару слов о том, как выглядел клик и talent, почему они, собственно, объединились. Напомню, в 2023 году в мае было объявлено слияние двух компаний. И теперь правильнее говорить о наборе продуктов интеграции данных. То, как оно сейчас выглядит на слайде в заголовке. Click talent, data integration and quality. Соответственно, инструменты управления качеством данных от клик и talent. Пока мы сознательно не делаем нам слов только клик, только talent, поскольку пока это действительно набор компонентов, которые взаимно дополняют друг друга. Дальше, опять же, расскажу немножко о стратегии. Понятно, что мы, как единая компания, в портфеле которой появились продукты двух продуктовых линеек, естественно, нацелены на их дальнейшую интеграцию и реализацию бизнес-сценариев, удобных для наших заказчиков. Соответственно, что по факту сейчас есть? После слияния компаний, цифры переведены на слайде, это более 50 офисов, порядка 4000 сотрудников, большие инвестиции в инновации. И что важно, что, собственно, слились две компании, которые исторически, каждая в своем направлении, клик исторически в направлении аналитики данных, ориентированных на конечных пользователей и связанные с репликацией данных, а талант, связанный с направлением управлением качеством и интеграцией данных, являются уже признанными лидерами на протяжении длительного периода времени. И лидерство это подтверждается в том числе различными исследовательскими компаниями. Ну, собственно, данные по картнеру переведены здесь на слайде. Кто хочет, естественно, могут найти эту информацию в интернете. Опять же, огромное количество заказчиков, которые по факту используют продукты ранее двух вендоров и Талант и Клик, и, собственно, дополнительная возможность теперь для заказчиков получить дополнительную возможность, дополнительные преимущества от интеграции этих продуктов как от одного вендора, одного поставщика. Собственно, по названиям, торговым маркам и терминологии, в принципе, многие из них до сих пор имеют право на существование, до сих пор живут, поэтому не удивляйтесь того, что вы будете встречать термины в разных ресурсах и на сайтах помощи, и на официальном сайте будут иметься термины и кликдейт интегрэйшн, и телодейт интегрэйшн. В принципе, это об одном и том же, просто дальше уже в зависимости от контекста можно будет погружаться и детализировать вопрос того функционала, о котором идет речь, поскольку, как я уже говорил, сейчас уже в течение 2023 года выработана единая стратегия, и мы по началу 2024 года вышли уже с готовой стратегией того, какие продукты, какие компоненты из портфелей обоих производителей вольются в наш единый стэк, и, собственно, как те компоненты, которые были дублировали отчасти какой-то функционал друг друга, каким образом они будут в дальнейшем развиваться, ну а те продукты, которые, собственно, не дублировали друг друга, каким образом будут сочетаться в информационных решениях заказчиков. Применительно к конвейерам данных, то, что называется Data Fabric, Клик, как вы помните, в свое время вводил термин Клик Active Intelligence, в принципе, включая все компоненты, которые связаны и с клиентской аналитикой, то, с чем работает пользователь на конечном своем рабочем месте, подразумевая интерактивность на мобильных устройствах, ассоциативная модель, все, что было свойственно Кликсенс, но, естественно, включая в себя интеграционную часть, то, что связано было с репликацией данных, автоматизацией хранилища и так далее. У Телленда точно так же были свои продукты Телленд Data Fabric, поэтому пока мы сохраняем точно так же это название, но под Телленд Data Fabric подразумевается тот набор продуктов, который ориентирован именно на создание конвейера данных, связанного с, опять же, загрузкой данных, построением интеграции, преобразования данных, построением API-интерфейсов для них. Ну, я об этом чуть-чуть позже скажу. Ну и, в принципе, все те термины, которые ниже перечислены, Data Inventory, Data Stewardship, ответственные за данные, API-интерфейсы, Enterprise Service Bus, те термины, которые точно так же могут использоваться применительно к тому портфелю продуктов, который сейчас появился в целом у Клика. Если говорить о приоритетах, ну, собственно, понятно, что продуктов много, у некоторых из них, как я говорил, было пересечение, ну, например, по продуктам, связанным с обеспечением потоковой репликации в реальном времени, те, кто знает продуктовые линейки Клика и Телленда, слышали о том, что у одного вендора и у другого были компоненты, связанные с поддержкой потоковой репликации, соответственно, они будут интегрированы в единый продукт, ну, собственно, в какой продукт, я чуть-чуть позже скажу. С точки зрения наших приоритетов, как я говорил, это сохранение обслуживания тех заказчиков, которые используют продукты Телленд так и Клик, так и, естественно, обеспечение прозрачного переноса этого функционала в те продуктовые линейки, которые у нас будут, собственно, развиваться на основе этих продуктов в дальнейшем. Технологическая независимость в том смысле, что, опять же, на любых платформах мы работаем, и это применительно не только к различным названиям продуктов, не только различных вендоров, но и применительно к различным видам инфраструктур. Мы единственный вендор, который сейчас фактически не заставляет заказчика работать только в одной виде инфраструктур, только облако, только on-premise. Мы поддерживаем гибридные варианты, но очевидным является то, что приоритетами для большинства вендоров, и это не исключение для клика, является разработка новых версий, разработка нового функционала и его публикации изначально в облаке клика, а в дальнейшем, в зависимости от приоритетов спроса заказчиков, этот функционал, естественно, портируется и в редакции продуктов, необходимых для инсталляции в инфраструктурах on-premise. Опять же, еще больше нацелены на обеспечение свободы выбора приемников и источников данных. Собственно, те, кто интересовался и знает список источников, достаточно большой, который был у клика, у Телленда он не меньше, но они просто были другие источники. Наше, собственно, объединение позволит фактически увеличить кратно количество источников, с которыми возможно будет обеспечение интеграции и загрузки данных из этих источников. Ну и с точки зрения гибкости по работе с данными, фактически слияние двух вендоров и использование продуктов из двух продуктовых линеек позволит реализовать любые сценарии, которые обычно на слуху. Кто-то говорит ETL, кто-то говорит ELT, дальше идут комбинации ETLT и так далее. Понятно, что сейчас модная тема искусственного интеллекта, может быть, кто-то хоть и не относится к теме нашего сегодняшнего вебинара, но, может быть, кто-то слышал о том, что Клик точно так же приобрел в свой портфель команду разработчиков Кайрон, собственно, коллег, которые занимаются разработкой генеративных моделей для работы с данными. И в том числе анонсировано было Кликом в том, что этот движок будет использован для обработки интеграции с неструктурированными источниками данных для того, чтобы и неструктурированные источники данных могли быть включены в наборы, обрабатываемые и анализируемые конечными пользователями в привычных уже в Клике инструментах. Ну и очевидно, что под эти все схемы и ELT, и ETLT, и прочие комбинации укладываются те термины, которыми наполнен в том числе интернет, и многие заказчики там тоже это обсуждают. Это там и Data Mesh, и прочие различные схемы построения моделей данных. Это все, в общем-то, то, что возможно реализовать в виде продуктов Клика и Телент, и та гибкость, которую выбирает каждый из заказчиков. Если смотреть на, собственно, полный портфель функциональных направлений, которые сейчас имеются в портфеле Клика, пока не переходим на отдельный продукт, а именно говорим о таких функционально-технических направлениях, то, безусловно, остаются те продукты, которые связаны с аналитикой и машинным обучением. Все то, что уже вам знакомо известно, входит в продуктовую линейку Клика, если это он премисный продукт, это Кликсенс Enterprise, импринтинг и, соответственно, алертинг и прочие компоненты, которые могут быть развернуты в инфраструктуре заказчика. Если говорить об облаке Клика, то здесь все проще с точки зрения названия, это просто Клик Клауд Data Analytics, соответственно, все компоненты, которые вы просто берете и используете в облаке как готовую услугу, не задумываясь о том, как инсталлировать ее в инфраструктуре. И, собственно, компоненты связаны с качеством интеграции данных. Некоторые, опять же, известны по кликовским, некоторые известны по талендовским продуктам. Собственно, и коннекторы к данным ESP есть и в одной линейке, и у других, и мы сохраняем направление по поддержке различных источников данных, источников данных более простых и более сложных, облачных или онпремисных. Потоковая репликация, поскольку сохраняется требование заказчиков, и они, наоборот, еще дальше больше повышаются в предоставлении данных в режиме максимально близком к реальному времени. Ну и, собственно, есть разные, как мы говорили, подходы по обработке данных с точки зрения преобразований. ELT, ETL, собственно, зависящих от того уровня автоматизации и от того уровня сложности, которые связаны с пакетной обработкой данных или с обработкой данных в режиме близком к реальному времени. Если мы говорим о дополнительных компонентах, которые появляются в портфеле клика, хотя некоторые из этих вещей встречались в продуктах клика в виде отдельных продуктов или встроенным функционалом, благодаря сейчас приобретению линейки Talent появляются отдельные компоненты с уже сложившейся практикой, с уже сложившимся положительным реноме, связанным с управлением качеством и доверием данных. Это, соответственно, не только сами продукты, которые технически решают эти задачи, но и это продукты, которые позволяют организовать сам процесс, ну, например, одобрение данных, назначение ответственных за данные, публикации данных для конечных потребителей, пользователей, каталогизация и прочие вещи. Ну и, безусловно, есть целый набор базовых компонентов, мы их называем, базовые компоненты, которые пронизывают, собственно, инструменты интеграции данных, инструменты, с которыми работает конечный пользователь, то, что связано с интерактивным анализом, машинным обучением, и те, которые позволяют их увязать с другими системами, обеспечить тот или иной уровень автоматизации. Ну, например, если мы говорим о возможности предоставления конечным пользователям информированности о тех данных, которые у них есть с необходимым уровнем доверия к качеству и в соответствии регламентным требованиям, то это каталогизация и возможность обеспечения доступа к информации об истории происхождения, о путях следования данных из источников к конечному пользователю, появления в конечном дашборде или в конечной аналитической панели. А если мы говорим о возможности построения неких цепочек взаимодействия, ну, например, если пользователь говорит о том, что он получает некое уведомление, в соответствии с этим уведомлением он там нажимает, например, эту кнопочку, нажав эту кнопочку, какой-то набор данных выгружается из тех или иных систем в соответствии с его функциональными обязанностями, или какой-то набор данных выгружается не по кнопочке, а автоматизирована на основе каких-то критерий, передается в другие системы, и эти другие системы выполняют свои какие-то последовательности действий по работе с этими данными в рамках их бизнес-процесса, то это компонент автоматизации приложений. С одной стороны, это именно движок по автоматизации, прописыванию в визуальном уровне алгоритмов взаимодействия этих систем. А если мы говорим о самих интерфейсах доступа к данным с использованием различных протоколов, с использованием различных форматов файлов, то мы фактически говорим о взаимодействии на уровне API, когда, например, какие-то источники предоставляют доступ или, наоборот, запрашивают данные, например, по протоколу SQL, какие-то взаимодействуют, например, с веб-сервисами по протоколу REST API и прочие вещи. Собственно, это все те же вещи, которые входят в базовые компоненты текущей линейки продуктов клика. Если говорить о основных сценариях использования, то мы фокусируемся на них следующим образом. Первое – это перемещение данных в реальном времени. Я дальше покажу сводную картинку в виде схемы этого всего, этого взаимодействия, естественно, обзорно, поскольку наша практика показывает, что, несмотря на все то разнообразие попыток и способов взаимодействия, которые реализуются у заказчиков и с использованием технологий виртуализации данных, и с использованием каких-то других схем, как правило, то, что мы видим именно в сценариях анализа и дальнейшего потребления данных, как только мы заводим разговор о неком гарантированном времени доступа к этим данным, гарантированного времени отклика, и мы говорим о независимости времени отклика, например, при работе конечного пользователя от производительности самих источников. Естественно, сразу речь возникает о том, что сами данные из любых источников, вне зависимости от их производительности, должны быть выгружены из этих источников, должны быть выгружены в актуальном времени, даже близком к реальному, и предоставлены уже пользователям для самых разных сценариев. Поэтому сценарий перемещения данных из имеющихся источников в требуемые приемники – это один из ключевых сценариев, который был и остается в линейке сценариев клика. Второе – модернизация хранилища и озер данных. Это, собственно, вещи, которые связаны с тем способом организации хранения тех данных, которые вы выгрузили из ваших источников и доступ, которым вы собираетесь предоставлять вашим конечным пользователям, как для сценариев аналитики, так и сценариев машинного обучения и каких-то, возможно, других сценариев. Сценарий обеспечения качества подготовки и очистки данных – это целый спектр вопросов, связанных, которые мы планируем отдельно рассматривать в рамках отдельных вебинаров. Но это то, что связано не только с техническими возможностями сопоставления данных, например, какими-то справочниками, ведения самих справочников, но и назначение ответственных прописывания соответствующих бизнес-процессов, в рамках которых, например, пользователь, отвечающий за корректность конкретных наборов данных по конкретной бизнес-тематике, своевременно от самой системы сможет получать уведомление о том, что набор данных, требуемый для работы, собственно, не обладает неким нужным уровнем качества. Демонстрация этого набора данных с интерфейсом, который позволяет конечному пользователю, отвечающему за этот набор данных, внести коррективы и сохранить историчность понимания того, какие коррективы он внес. Дальше при необходимости провести процесс утверждения, например, вышестоящим ответственным за изменения вносимые в эту, так называемую, золотую запись этих данных. Ну и дальше уже, собственно, перенаправление этих процессов, описывающих правила исправления данных на автоматическую отработку в инструментах очистки данных, которые уже, беря данные из конкретных источников, производят необходимые процедуры и очищают их в соответствии с прописанными справочниками, прописанными процедурами. То направление, которое я говорил, которое является необходимым для интеграции между разными системами, это использование API, забегая чуть вперед, продукты это связанные с линейкой, которые влились в клик из продуктов линейки Talent, потому что обычно клику до появления продуктов линейки Talent много задавали вопроса, а что нам делать, если мы, например, имеем данные в клике и хотим их, собственно, использовать в каких-то других системах, или как вы относитесь к тому, что у нас хочется данные из клика взять в хранилище, собственно, как их предоставить другим каким-то системам. Соответственно, теперь в линейке продуктов клика появились продукты, которые позволяют и автоматизировать создание, и тестирование, и публикацию API-интерфейсов, фактически создавая бескраничное количество вариантов и гибкости по предоставлению данных в любые системы на основе фактически любых API. Ну и то, что называется автоматизация преобразования операционных данных, речь идет о том, что фактически различные системы специализируют, ну, например, тот же там SAP или подобные какие-то системы, которые обеспечивают с использованием своих и протоколов, и своих подходов по хранению данных, обработку операционных данных, соответственно, речь идет о возможности взаимодействия с этими системами на уровне их протоколов, на уровне их интерфейсов, так, чтобы это взаимодействие происходило максимально быстро и наиболее нативно для этих систем. Какие, собственно, есть продукты, решения? Опять же, как я уже говорил, незадача сегодняшнего вебинара четко разделить, какие продукты работают в облаке, какие работают в фон-премис, какие работают и там, и там. Этому будут посвящены отдельные вебинары, просто физически, за полчаса, за 40 минут все продукты, естественно, невозможно рассмотреть, поэтому сегодня у нас обзор, и цель этого слайда фактически продемонстрировать, что одни и те же функциональные направления, о которых я только что говорил, функции, которые необходимы заказчикам для работы с данными, они решаются линейками продуктов, обеспечивая свободу выбора для заказчиков той инфраструктуры, которая им нужна. Либо полностью управляемый заказчиком, то, что слева написано, либо, например, полностью в облаке. Но, естественно, можно получать и гибридные какие-то сценарии. Ну, например, если мы говорим о вещах, связанных, например, с репликацией и автоматизацией хранилищ, то, что в инфраструктуре заказчика делается отдельными продуктами, клик-репликейт, композ, интерпрайс-менеджер. Оно входит в облако просто как набор функционалов, готовых для использования, называется одним словом Click Cloud Data Integration. Собственно, те вещи, которые существуют пока как отдельные продукты, например, в облаке Talent Stitch, Talent Management Console, Talent Data Inventory и прочее, не буду все перечислять, они фактически тоже сейчас представлены в виде облачных услуг, но пока предоставляются инфраструктурой, исторически созданной компанией Talent. Но дальше будут и с точки зрения интерфейса, и с точки зрения инфраструктуры портированы в единое, собственно, решение, и они уже будут не столько выглядеть как отдельные какие-то продукты, сколько фактически услуги, предоставляемые в рамках вот этого единого компонента Click Cloud Data Integration, где различные заказчики просто в зависимости от того функционала, который им требуется, смогут по разным вариантам, собственно, оформленной подписки, получать различные комбинации тех услуг, которые технически работают в облаке, поддерживаются самим Click'ом, и заказчик просто не задумываясь о технике, их использует. Ну а те заказчики, которые в силу тех или иных ограничений вынуждены или желают использовать аналогичный функционал в составе своей инфраструктуры, естественно, смогут продолжать использовать их, комбинируя различные наборы продуктов. Большинство из этих продуктов вероятнее всего и останутся как отдельными продуктами, поскольку наличие этих отдельных продуктов как раз обеспечивает возможность комбинировать эти компоненты в составе инфраструктуры заказчика, исходя из его приоритетов и исходя из требуемого функционала. Если мы говорим о в целой картинке, ну как бы просто обзорно, что называется, как это выглядит, не вдаваясь в детали, чуть-чуть больше деталей будет на последующих слайдах, то мы говорим, что общая идея заключается в том, что на входе могут быть любые источники, на выходе могут быть тоже любые приемники, которым являются как конечные пользователи, используя клик, естественно, например, как инструмент аналитики, кликсенс, да, так и другие BI, да, так и какие-то другие системы, которые не являются в явном виде пользователем, ну в смысле человеком, да, являются потребителями этих данных. Это и какие-то инструменты машинного обучения, и, собственно, то, что называется Data Science, да, там исследование данных специализированными алгоритмами. Ну, а между ними, собственно, как раз находится платформа интеграции данных клик, которая состоит из тех самых базовых служб, которые я упоминал, инструментов автоматизации, обеспечивающие взаимодействие и передачу данных между этими компонентами, формирование этих самых триггеров по событиям, которых данные, находящиеся в определенном каком-то состоянии, описанном в виде условий, инициируют выполнение каких-то бизнес-процессов и перемещают эти данные или что-то делают с этими данными для передачи в другие системы. С точки зрения перемещения данных, как я говорил, это компоненты, которые обеспечивают задачу в близком к реальном времени данные из источника взять и предоставить для массового использования потребителям. С точки зрения платформ данных, понятно, что здесь вот на слайде нарисованы большей частью облачные платформы данных, поскольку так уж сложилось, во всяком случае, у западных заказчиков, что тенденции показывают, что все большее количество заказчиков, желая снизить нагрузку, связанную с обслуживанием различных своих платформ данных, все чаще выбирают облачные ресурсы, но тем не менее, еще раз отдельно просто акцентирую внимание на том, что речь идет не только о облачных платформах данных, а о платформах данных, наиболее распространенных у заказчиков, в том числе и в он-премесной архитектуре, например, упомянут Oracle, Microsoft SQL Server и так далее. Отдельно, собственно, компоненты, которые обеспечивают различные варианты преобразования и моделирования данных, примеры хотя бы в ходе этого вебинара, я покажу хотя бы, как это может выглядеть хотя бы визуально, в последующих вебинарах мы посмотрим это на конкретных примерах, на конкретных сценариев, поскольку сценариев может быть много. Отдельно службе API, это, собственно, те инструменты, которые имеющиеся наборы данных из имеющихся платформ в преобразованном согласованном виде выдают любым внешним потребителям. Ну и над этим отдельные, собственно, компоненты, которые обеспечивают процессную составляющую, то есть понятно, что технически это те же самые преобразования данных, пересылка каких-то уведомлений, согласований и прочие вещи. Но здесь очень важна именно процессная составляющая, как я говорил, возможность не просто внести исправление, например, данных, но и обеспечить процесс утверждения внесения этих исправлений, назначения ответственных, если речь идет, например, о обеспечении качеством данных. Если говорить о новой линейке продуктов, которые появились в составе стека Клика от Телланда, я их сознательно здесь так и назвал Клик Телланд Data Fabric, это набор компонентов, я сейчас сознательно не буду вводить вас в заблуждение названиями, хотя они здесь написаны, тем не менее, задача этого слайда просто показать многообразие этих сценариев, которые можно реализовывать. Просто некоторые из этих продуктов являются действительно названием продуктов, которые, как я говорил, которые устанавливаются в инфраструктуру заказчика, если он хочет использовать этот функционал в составе собственной инфраструктуры, а некоторые являются названиями, по сути, услуг, облачных услуг, которые используются либо только в облаке, либо являются собственно компонентом какого-то набора услуг. Ну, например, там STICH, например, он относится к возможности комбинирования данных именно из облачных ресурсов. И компремисным инфраструктурам он неприменим, но потому что он, собственно, работает с облачными ресурсами. Если мы говорим, например, о компоненте Data Stewardship, например, компоненте, обеспечивающий организацию бизнес-процесса согласования, утверждения, внесения изменений в данных и очистки данных, то это компонент, который в таком же виде может присутствовать как в облаке клика, да, так же и в таком же виде он может быть развернут на собственной инфраструктуре заказчика. Если мы говорим о общей картинке, вот такой вот слайд обзорный, я понимаю, что с одной стороны он сложный, да, с другой стороны не хочется глубоко очень вдаваться в детали, но чтобы наш с вами сегодняшний вебинар не был чистой теорией и чистым таким маркетинговыми терминами, здесь специально нарисована картинка, которая дает представление о том, как может выглядеть конкретный набор с одной стороны продуктов, с другой стороны функционального наполнения, сценарного наполнения для заказчика с использованием продуктов, которые входят теперь в линейку клика в целом, да, но исторически это продукты, частью которых являлись продукты уже известные в стеке продуктов клика, да, а часть появилась из продуктов талант. Собственно, если мы берем фактически речь о неких источниках, да, но здесь в качестве источников могут быть любые источники, мы по-прежнему сохраняем приверженность развитию тех продуктов, которые были в линейке клика, это клик-репликейт, да, который обеспечивает возможность репликации данных в режиме близком к реальному времени из ваших источников и перемещения их в некий приемник, ну, который здесь назван, словом говоря, staging zone, да, то есть фактически перекладываем данные из источников максимально быстро в некое промежуточное место хранения. Дальше, собственно, из этого зоны мы уже можем с этими данными, очевидно, работать как в кликсенсе, да, как это исторически было, уже пользователь может ими пользоваться, так и, собственно, мы можем использовать дополнительные компоненты от таланта, связанные, например, с инвентаризацией, да, с попыткой понять, а с чем мы столкнулись, да, с сводной картинке, получить информацию о мета-данных, тех данных, которые мы загрузили из наших источников. Если дальше речь идет о том, что мы хотим, собственно, эти данные переместить в какую-то среду, которая была бы максимально быстро отрабатывала бы запросы, например, пользователей, ну, например, в других BI-инструментах, и при этом это не обязательно, там, например, кликсенс, да, то речь идет о том, что мы можем создать или хранилище, или озеро данных, и при этом известным уже знакомым продуктом кликкомпоз обеспечить автоматизацию его управления, да, то есть фактически, если мы говорим, например, о хранилищах, возможность создания автоматизированных витрин по готовой схеме данных на основе описанных алгоритмов. Как только мы переходим к вопросу управления данных, например, в нашем хранилище, да, как в неком централизованной репозитории данных для различных систем, у нас появляются различные процессы, связанные с обеспечением качества данных, да, где-то это уровень дедубликации данных, да, то есть уничтожения избыточного хранения, где-то это уровень связанный с очисткой и одобрением каких-то изменений вносимых данных в соответствии с принятыми процедурами, то, что называется Data Stewardship, ну, собственно, назначение ответственных за данные и предоставлением инструментов, где они могут эти данные видеть, могут исправлять, получать уведомления о необходимости внесения этих исправлений, могут проводить согласование. Если мы говорим о, например, преобразовании данных, обратите внимание, что технически, несмотря на то, что те, кто работал, например, с продуктами Click Replicate, знают, что, в принципе, в продукте репликации возможно тоже делать преобразование, там существует свой собственный ETL, да, Extract Transformation Load уровень, но, тем не менее, весь ETL там, ну, можно сказать, сделан, ну, так, в кавычках, простейшим в том смысле, что, с одной стороны, он функциональный, с другой стороны, его функционал специально ограничен таким уровнем, чтобы не вносить существенных задержек в репликацию данных, поскольку основная задача все-таки реплицировать данные в режиме, близком к реальному времени, исходя из больших потенциальных объемов данных и маленького промежутка времени, доступного на репликацию, задача обеспечивать максимально быстрый поток движения данных. Но если мы дальше говорим о том, что нам все-таки для преобразования наших данных необходимо выполнять более сложные какие-то процессы, может быть, для преобразования данных комбинировать разные источники между собой, то, естественно, идет речь о платформе фактически построения ETL-процессов, да, и это, собственно, продукты ClickTalent, да, Data Preparation. Я дальше примеры слайдов покажу, где вы можете, собственно, посмотреть на примеры описания как раз потоков, да, блок-схем движения данных, поскольку одним из ключевых преимуществ, например, компонентов, связанных с построением инструментов преобразования данных Talent является то, что он позволяет не просто это описывать в виде какого-то языка программирования, а описывать в виде блок-схем и фактически поддерживать любые варианты преобразования, которые описываются и документируются в виде блок-схем, с одной стороны, с другой стороны, технически исполняются фактически, опять же, на любой платформе, на тех серверах, на которые вы установите движки, обрабатывающие эти наборы данных. Соответственно, если дальше мы говорим, что у нас появилось некое доверенное хранение данных, да, и, собственно, речь идет о том, чтобы эти доверенные хранение данных предоставлялось различным системам, да, то это, опять же, либо переход непосредственно к генерации витрин, да, с использованием Click Compose, да, если нас устраивает этот вариант автоматизации, либо мы можем, собственно, эти данные передавать во внешние системы, просто публикуя доступ к ним с использованием различных API-интерфейсов, ну, читай, различных протоколов, да, которые поддерживают системы потребителей. И, собственно, если говорить о аналогичной картинке применительно к облачным инфраструктурам, да, ну, в принципе, ничего не меняется с точки зрения логики и функционала, меняются только технические компоненты, связанные с хранением данных, да. Click сохраняет свою, как вы говорили, приезженность к поддержке кроссплатформенности в смысле многообразия источников и приемников, поэтому все современные популярные облачные платформы являются подвластными в этом смысле клику и доказательством является тому, что, собственно, клик является у разных поставщиков облачных систем, где-то золотыми, где-то платинами, но, собственно, занимает высшие топовые планки уровни партнерства, да, обеспечивая им нужный уровень качества, уровень быстродействия по работе с данными в их облачных инфраструктурах. Если говорить о примере построения потоков данных, ну, вот это вот, в частности, то, что связано с преобразованиями данных, то, как это выглядит сейчас и то, как это, возможно, будет выглядеть в ближайшем будущем, это примеры схем, нарисованных в продукте Talent Studio, да, те, кто не знаком с этим, опять же, приглашаю познакомиться на последующих семинарах, я буду показывать этот инструмент для различных сценариев. Интересным является то, что, и полезным является то, что фактически любые сценарии движения данных, ну, вот если брать вот эти вот слайды, например, да, движения с точки зрения преобразования, создания API, путешествия между различными зонами хранения данных, там и так далее, они описываются в одном инструменте, описываются в виде элементов блок-схем, ну, например, там, собственно, считывание из конкретных источников, сопоставление различных схем данных, да, между таблицами загружаемых, соответственно, возможно, объединение каких-то данных, дедупликация, дальше, собственно, выделение отдельных потоков данных по каким-то критериям, да, и передача этих потоков данных различным потребителям, там, ну, либо перекладывание, например, там, в другую там зону хранения в хранилище, либо там, собственно, какому-то конкретному потребителю, либо, опять же, там, это могут быть какие-то более бизнес-ориентированные процессы, связанные, например, с согласованием данных, да, то есть у нас, собственно, появляются задачи загрузки данных, производится сопоставление о корректности этих данных, если обнаруживаются какие-то критерии, говорящие о некорректности данных, о недостаточном уровне их качества, то генерируется задача уведомления соответствующих пользователей, для них автоматически ставится в план выполнения конкретных задач, уведомления которых они получают, и в интерфейсе соответствующих продуктов, например, там, Data Stewardship, они видят как набор данных, которые им нужно исправить, так и, собственно, выполняют эти исправления. Ну, а дальше, по мере того, как эти данные исправляются, собственно, автоматически запускается выполнение последующей части потока, который приводит к тому, что обновленные данные в соответствии с описанной этой процедурой помещаются, опять же, в те или иные зоны хранения данных или выдаются непосредственно потребителям. Вот так это, собственно, выглядит. Ну, и те заказчики, партнеры, которые чаще всего задавали вопросы, говорили, ну, с кликом нам более-менее понятно, там известно, да, он работает и в онпремисной инфраструктуре, и в облаке работает, и гибридные могут быть варианты. Собственно, а как тендовские продукты работают, да, то есть, собственно, как вы, как вы уже говорили, сохраняете преемственность и планируете сохранять преемственность по работе в той инфраструктуре заказчиков, которые у нас есть. Здесь просто лишь еще один акцент на том, что и сейчас, и в дальнейшем мы сохраняем эту преемственность. Как я говорил, приоритеты заключаются в том, что мы разработку новых продуктов, нового функционала в первую очередь будем, естественно, делать в облаке клика, а в дальнейшем этот функционал будет портироваться и в продукты, которые заказчики смогут поддерживать в режиме онпремис в собственных инфраструктурах, ну, до тех пор, пока заказчикам это, собственно, требуется. И та картинка, которая здесь сейчас есть, она показывает как раз многообразие того, как и талендовские продукты, в том числе, почему именно таленд был выбран тоже в качестве поставщика, с которым клик объединил свои ресурсы, потому что у таленда фактически такая же схема, да, то есть у нас есть возможность у таленда все держать в облаке, да, и все движки по обработке данных будут крутиться в облаке таленда. Вы технически не задумываетесь о том, как это работает, да, обеспечение работы этого всего и масштабирование поддерживает таленд. Но если у нас есть вариант с заказчиками, которые работают в среде онпремис, данные которых, собственно, у нас находится в защищенной инфраструктуре, точно так же, обратите внимание, здесь может быть развернут внутренний движок, который полностью внутри организации, не выпуская их никуда ни в облака, никуда бы то ни было, сохраняя данные внутри организации, ведет полностью обработку в соответствии вот с теми блок-схемами, которые описаны разработчиками потоков движения данных. И при этом дальше, опять же, вы можете делать выбор, либо у вас развернут и движок, например, в инфраструктуре, который выполняет всю обработку данных, и управление этими движками с точки зрения масштабирования, запуска на разных серверах, координации, задач выполнения обработки данных работает внутри. Либо вы можете, например, с точки зрения конфиденциальности данных, движок, который обрабатывает сами данные, чтобы крутился внутри вашей инфраструктуры, а управление при этом обеспечивать из облака талант. Ну, в чем, собственно, выгода? Не секрет, что даже когда мы говорим об элементах управления каких-то, мы говорим о том, что, ну, например, нам необходимо скоординированно запускать какие-то задачи, связанные с забором данных из одного источника, приемом данных другого источника, там, запускать по каким-то триггерам событий, там, и так далее. И вот все это хранение информации об обвязках, какие системы существуют, как они взаимодействуют, по каким триггерам они обмениваются данными друг с другом, очевидно, должна где-то храниться. Очевидно, обычно где-то эту информацию хранят в каких-то служебных базах данных конфигурационных. Так вот, если мы говорим о том, что нам все вот это вот управление и хранение конфигурационной информации нужно внутри нашей инфраструктуры, значит, мы в том числе и ввязываемся в том, что эти конфигурационные базы данных самих продуктов нужно устанавливать, нужно планировать под них ресурсы, ими нужно управлять. Если вы говорите, нет, у меня требования, например, к данным таковы, что у меня данные не должны выходить за пределы моей организации, пределы моей инфраструктуры, но сам менеджмент, координацию я могу отдать в облако, это не противоречит требованиям безопасности, то вы фактически снимаете с себя нагрузку, связанным с установкой и поддержанием вот этих вот конфигурационных баз данных, обеспечивая взаимодействие между движками обработки данных. А сами движки физически располагаются в инфраструктуре и работают с данными локально, не выпуская эти данные за пределы защищенного контура предприятия. Поэтому еще раз, хотите в облаке, пожалуйста, в облаке, хотите on-premise, on-premise, хотите комбинированный вариант, значит, комбинированный. Ну и ознакомление всего того, что, собственно, хотелось сегодня проговорить. Мне хотелось бы завершить набором тех планов, семинаров, которые уже запланированы, в частности, запланированы два вебинара по детальному ознакомлению с теми продуктами, теми функционалом, которые есть у клика, теперь уже на основе интегрированного набора продуктов и клик и талант в облаке. И аналогичный семинар запланирован для тех заказчиков, которые планируют делать в on-premise, ну или пока еще не решили, какую часть целесообразно или вообще возможно для них перенести в облако. Помимо этого, пока на уровне осмысления находятся семинары по функциональным направлениям, потому что продуктовые линейки – это продуктовые линейки, понятно, что там будем показывать и функционалы, демонстрировать конкретные сценарии работы, но некоторые заказчики уже говорили о том, что хочется увидеть конкретную задачу. Например, мы сейчас сфокусированы на том, что у нас, в принципе, много источников есть, куча самых разных систем есть, которые как-то их там обвязывают, но нас не устраивает качество данных. Что вы можете там сделать с качеством данных? Как это у вас выглядит? Какие процессы вы реализуете? Почему именно так? А не как-то по-другому? Поделитесь там успешными кейсами. Поэтому, например, будет там тематика, связанная с качеством подготовки данных. Кому-то более интересно возможность публикации для различных сценариев. Кто-то, например, там активно занимается машинным обучением, кто-то исследованием данных, и поэтому речь идет о том, что у нас приемников данных много, и речь идет о том, что эти приемники разные, работают по разным протоколам, может быть, даже приемники этих разных производителей. Поэтому речь идет о фокусировке на API. Вот эти, собственно, четыре темы мы так выбрали в качестве ключевых, вот тех сценариев, которые я озвучил и на предыдущих слайдах. Но если есть какие-то дополнительные тематики, которые вам интересны, то, пожалуйста, напишите их в комментариях.